всем привет значит сегодня будем записывать очередное упоротое видео кстати он лучший работник месяца отдыхает устал устал парниш мы продолжаем его дело ну то значит корица тема короче такая то есть часто ситуация конусы изнашиваются появляется выработка не знаю насколько он там видно вот выработка вот раковинка вот раковинка и так далее вот другой конус то же самое есть дефекты и это дальше разбивает подшипники чашку и все такое и большинство забивает на это все все что можно то и забивает болт и так далее и потом уже просто втулку меняет на новую и в принципе ну да что такой подход имеет место быть то есть как возможная альтернатива можно менять эти вот запчасти проблема в том что ну скажем так то что есть просто свободной продажи но сука отличается как минимум резьбой резьбой там немножко размером немножко шагом нельзя взять там просто новый конус и накрутить вот хер там угадали вот это как правило на шамановские втулки на какие-то ну скажем так неплохие втулки вот кванда тайвань который ну и так далее и тому подобное поэтому вот такое удовольствие и видео посвящается тому как реставрировать такие штуки еще раз повторюсь это просто упоротый способ это я не рекомендую никому этим заниматься это скорее всего просто в доказательство того что ну так в принципе может быть кто как говорится хочет захочет упороться всегда пожалуйста но я покажу и никому не советую как-то так да по технологии это просто грамотно было бы просто взять и зажать это в токарный станок но за не менее которого будем говорится исхитряться подручными средствами которые тоже не у каждого могут быть итак поехали ну сразу скажу идея в том чтобы включить точила на мелком круге вот так вот заточить все я понимаю это выглядит вообще упорота и так она части есть но у меня есть свой технология сейчас буду показывать значит чё нам надо точила швырик побыстрее чтобы крутила его извини валер надо работать прости надеюсь твой сон будет не тронуть крайне мере не сильно вот теперь я бы то есть не сразу извиняюсь за неподготовку я давно этим не занимался кстати вот есть гаечка она уже проживеть успела это она скажем так грубо обработана на станке а да я пожалуй самое основное забыл сказать еще раз да почему то есть можно взять новую ось есть оси с эксцентриками продаются готовы у меня есть я могу показать но еще раз вот вот видите вот вот набор шайбочек вот он набор вот видите вот этот пыльничек террасальничек вот хрен она у вас подлезет да собрать систему можно будет все там даже неплохо но пыльник у вас в жизни не станет и там то есть ну мус дохаться надо как минимум и размеры чтобы подбирать а если у вас дисковый тормоз по любому он сместится надо по несколько раз ставить колесо снимать и там ну короче это такие еще танцы с бубном вот такой вот сальник пыльник хрену он оставит это прям по любому гадалки не ходи так что до думаете сами заниматься или нет я вот что-то я давно этого не делал что-то мне вот интересно этим сейчас заняться я займусь покажу что получается и им дальше ладно пробуем то есть еще раз задача как вы можете наблюдать сделать максимальное количество оборотов здесь на одной вращающейся штуковине сделать максимальное количество оборотов на другой вращающейся такой то есть чем больше оборотов тем там так скажем меньше погрешность будет и нам больших оборотах а когда они еще навстречу друг другу это еще так скажет так скажем удваивает эффект и вот ну я не знаю как это объяснить но примерно дает эффект типа аля токарного станка и максимально нивелирует вот этот эффект не соосности да то есть то что у нас не идеально все выставлено и да надо все-таки держать как-то вот чтобы вот ну какое-то время хотя бы несколько секунд не двигаясь и на очень очень маленькая подача да по чуть-чуть по чуть-чуть как я додумался немножко да и об этом не знаю взял додумался как когда-то видел как коленвала шлифует и там реально просто большой точильный круг и шлифует его и там точность она очень высокая в смысле ну шероховатость очень маленькая и типа я понял что я попробовал короче смысл в том что да да и до желательно чем меньше камень тем лучше вот на тонком здесь грубые и тонкий это далеко не конечный вариант мы еще будем дорабатывать это допиливать напильниками и наждачками и так далее покажу дальше но вот грубо это выглядит как-то так и вот смотрим на раковину она еще не ушла а дождь пришел работаем дальше короче продолжаем дальше наше занятие беру все нас или напильники какие у меня только есть то есть сейчас задача еще раз мы убрали раковину на грубом круге теперь задача понизить шероховатость ну не знаю то есть желательно это круглым напильником делать я хочу взять какой-то вот такой вот надфиль овальненький овальный круглый не знаю ну вот и еще раз лучше брать меня было грызок меня была поломанная ось зажимать здесь и не здесь так и погрешность меньше и ну в общем так лучше будет пока я я так использую уже завязали дальше смотрю ничего не знаю предлагаю наждачкой проходится прям наждак какой-никакой желательно тряпчатой на тряпчатой основе не знаю заворачиваем только он собственно говоря и вот видите как она блестит я не претендую на то что это крутая идея на то что она завершенная еще раз некоторые скажут на дорабатывать брать наждак мелкого зерна более еще еще мелкого там тысячка там там чё-то полировать войлоком и поставим что блестела как у кота но еще раз камон вот на стакарном станочке вот-вот я бы позанялся такой фигня это еще раз это полумера которая в какой-то определенной степени имеет место быть субъективно я могу сказать что это лучше чем было ну это не идеально но лучше чем было я такое изредка когда мне что-то настафиживает я применяю такой способ собственно делаем вторую ставим смотрим что получается ну и по большому счету это вот какой-то такой способ которым я хотел поделиться но не судите строго говорится пускай будет на заметку я хочу сделать ось специально чтобы меня было так сказать реставрационная ось кстати но если уже заморачиваться по этой теме полностью то наверное это бы это выглядело примерно как очки надо было бы бы одеть ну и нормальный ровный рез вау 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 прям ну гляньте как четенько в жизни так болгарка не отрезал вот теперь я думаю понятно о чем я собственно есть две половинки думаю лучше использовать эту то есть понимаете да использовать ту где еще вот ровная часть с ней не резьба все еще раз угол смысле длина короткая рычаг меньший и ну не знаю все такое и погрешность меньше в общем я считаю это круто круче чем было в любом случае так едем дальше берем новую гайку мне кажется мне сейчас понесет и все гайки сейчас зафигачу у меня будет комплект отреставрированных гаек ну лишь какая классненькая так это здесь это ну все и как бы ставим заряжаться берем другую кстати по 100 горе есть мы не до такого фанатизма пейм дальше ну вот гляньте какая она классненькая блестящая блестящая может быть когда-нибудь разбогате я куплюсь токарный станок буду баловаться на нему ну пока это выглядит примерно так по мере надмости так кому интересно сколько оборотов он дает этот кстати дает всего лишь 1700 как написано тут а этот дает по-моему 3000 оборотов минуту до 250 3000 3 и 1700 сами понимаете 4700 общий смартно берет если они в противофазе работают вот сейчас соберем и покажем что получится в итоге да конечно этот самый может быть разный я прекрасно это понимаю смысле профиль да то есть то есть там буквой к вот ну сглаженная она в общем до профиль может изменяться в процессе обработки надо бы стараться не сильно его изменять ну господи как получится получится я понимаю будет немало противника в этом методе да ну и срать я хотел честно меня устраивает работает как-никак поэтому кто хочет берите на вооружение кто не хочет не берите не осуждайте и не осудимыми будете да и все-таки лучше на маленькой подаче это все делать потому что вот вот первый конус как и обрабатывал и у него профиль вообще практически не изменен а вот второй конус я чё-то реально ну я думаю это видно да немножко переборщил с профилем но она работать будет как говорится куда она денется но сам факт лучше вот сохранять стандарт ну так получилось видите обязательно важно соблюсти условия положение всех шайб данном месте третья с этой стороны немножко больше торчит чем с этой поэтому во первых можно оставить во вторых конечно лучше лучше бы это все пока еще можно исправить внимание момент истины убираем люфт подтягиваем о идеале где как крутится я не знаю верите мне нет но о маленький маленький закусончик ну а так вообще так легенько крутится и люфта нет не люфтик должен быть хоть небольшой поэтому надо отпустить ну блин а вы мне говорите такая еще когда она преработается вот это будет делюга но все маленький люфтик есть все я одобряю все вот . отреставрирована но опять же скажите что как зачем почему вот эту процедуру полторы тысячи рублей стоит вообще просто втулочку перебрать 800 рублей 800-1000 в зависимости от сложности а вообще вот если траблы с комиссами еще с какими то сразу смело полторушку заряжаю да вот в москве такие ценники ну какие то такие дела зато она послужит куда надеемся все надеюсь кому то так для общего развития хоть как-то было полезно сразу напоследок все таки на еще раз напомню не принимайте близко к сердцу не принимайте как руководство к действию всего лишь один из возможных упоротых вариантов решения проблемки изношенных конусов чем давайте друзья всем добра пока пока да и хотел бы добавить что это все таки проблема задних втулок то есть с передними кое-как там получается конуса находить они более-менее взаимозвенимая вот задние втулки это прям беда беда вот как-то так но кстати передним колесом надо будет заниматься поэтому посмотрим что и как может там тоже придется также долбать